Жители села Троицкая терпят дискомфорт из-за развернувшегося строительства на местном маслосырзаводе. Проблема в том, что стройка, как утверждают люди, угрожает их безопасности, пишет Толк. Жильцы рассказали, что уже сейчас можно сделать вывод, что после завершения работ солнца они не увидят, возводимая стена намного выше жилья. Кроме того, граждане считают, что лес, куда пойдет вода, находится на возвышенности, а оттуда все потечет к домам. В администрации Троицкого района утверждают, что разрешение заводу выдали законное. Жители не могут понять, как прошла экспертиза, если от вибраций, создаваемой во время строительства, у них начинает проседать фундамент. Спор на страницах Толк.Ньюс. По лицебру стало известно, кто поборется за пост ректора Медуниверситета. Документы подали пять человек, однако одного из соискателей комиссия решила не допускать до следующего раунда. По данным издания, в конце марта в Медуниверситете прошел ученый совет, где окончательно предполагалось утвердить список кандидатов. Но этого не произошло. Более того, на заседании даже не были названы те, кто в итоге подал документы. Заминка, по версии председателя комиссии, вызвана тем, что требуется дополнительное время для еще одной проверки документов, поданных кандидатами. Дочь Василия Шукшина Мария и популярный актер Андрей Мерзликин сыграют в спектакле на сцене Краевого драм-театра. Они представят зрителям Калину Красную. Но, кстати, если для Андрея играть на сцене – это привычное дело, для Марии постановка дебютная. Спектакль по мотивам произведения Василия Шукшина поставили в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкина. И с тех пор он успешно гастролирует по стране. Этим летом, наконец-то, доберется и до Барнаула. Андрей Мерзликин сыграет роль главного героя Егора Прокудина, а Мария Шукшина, конечно же, будет Любой Байкаловой. По фильму ее играла Лидия Федосеева. Шукшина пишет «Айф Алтай». Спектакль состоится 24 июля. Историю из разряда «Весеннее обострение» приводит на страницах московский комсомолец на Алтае. Полуголая жительница Барнаула предлагала прохожим сфотографироваться с ней. Женщину заметили и выложили фото пользователей социальных сетей. 10 минут она бегала по двору в нижнем белье и приставала к прохожим с просьбой сделать фото. Пользователи связывают такое поведение с приходом весны.